Знаешь, я его люблю, вроде, но это сердцем, а головой понимаю, что трачу время. И если себя мне не жалко, то ему я боюсь сделать больно. Мы разные и созданные не друг для друга, хотя это единственный человек, с которым мне хорошо. С ним можно дурачиться, он говорит мне невероятные комплименты и вроде действительно любит, но такой наивной любовью, как в 17 лет. Но это не практичная любовь. Я смотрю, как мои желания сбываются у друзей, а я стою на уровне жизни одна, без помощи и опоры. Я так хочу вновь собраться в горы и отпраздновать свой день рождения в любимом месте – море. Но я хочу приехать в аэропорт со своим мужчиной, выпить бокал вина и наслаждаться временем твоим, посещать новые места, менять геолокацию, дышать свежим воздухом. А он не хочет, потому что у него гараж и машина, которую вечно надо чинить. И даже мой праздник не может стать поводом, чтобы наслаждаться компанией друг друга. И я даже не прошу с него оплатить все мои желания, потому что независимо от наличия мужчины рядом, я уеду. Одна, с подругой, без него, но уеду. В этих мелочах и разных взглядах на жизнь строится вся наша жизнь. Это плохой фундамент, когда мы в списке планов занимаем последние позиции. Любовь – это же, когда не просто живешь чувствами и убеждениями, что действительно скоро все изменится, но и видишь, что совершаются поступки. Мелкие, незначительные и крупные задачи, которые может решить мужчина. Когда он умеет брать на себя ответственность и аргументированно ведет диалог, отстаивая свою точку зрения. Мне сложно это объяснить, но сердце постоянно ищет причины и поводы оправдать его поведение. Но голова, она все понимает. И если наши желания расходятся, то и нам нужно разойтись.